Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Зелёный остров». Я, я ведущий Александр Сидельников. В начале выпуска, по традиции, несколько слов о погоде. Прошедшая неделя была достаточно прохладная, достаточно влажная. Ну а ближайшую неделю синоптики обещают нам хорошую погоду. Температура воздуха в дневные часы будет прогреваться до 24-25 градусов. Ну а в начале следующей недели, ну если прогноз, конечно же, не изменится, то температура воздуха может подняться до 27-28 градусов. Это самое, что ни на есть настоящее лето. Правда, ночные температуры будут достаточно низкие. Вот и в воскресенье на понедельник ночь была очень холодная. Температура воздуха в отдельных местах в Магнитогорске опускалась до плюс 4 градусов. Ещё совсем немного и могут случиться заморозки. Ну, конечно же, это такой очень серьёзный сигнал, что нужно начинать готовить сад к зиме. Ну, во-первых, сейчас наступило оптимальное время для посадки и пересадки отдельных декоративных культур. Тех же пионов, тех же лилий. У пионов мы знаем, что существуют две волны роста всасывающей корневой системы. Очень короткая волна весенняя и более продолжительная осенняя. Причём осенняя волна, она наступает не в зависимости от того, какое число на календаре. Вторая волна, вот осенняя волна, она наступает в зависимости от температуры почвы. Как температура почвы снизилась до 14-12 градусов, корневая система у пиона начинает расти. Ну, а наиболее интенсивно она растёт при температуре плюс 8-10 градусов. То есть, вот сейчас ночи будут холодные, и, собственно, начнётся вот это вот остывание почвы, и начнётся интенсивный рост корней на пионах. Во-первых, на самих взрослых растениях это повод подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями и получить более мощную корневую систему. И второй момент, вот именно перед началом интенсивного роста корневой системы мы можем провести пересадку растения. Оно хорошо укоренится, хорошо перезимует, и если делёнка у пиона будет достаточно большая, то на следующий год она может порадовать нас даже цветением. Ну, единственное, помним, что пионы нежелательно высаживать после культур, которые сильно повреждаются различными корневыми гнилями, нежелательно после картофеля, нежелательно после свёклы, моркови, ни в коем случае нельзя после тюльпанов, после лилий. Ну, хорошими предшественниками будут капустные культуры, там, цветная капуста, белокочанная капуста, горох, лук. Вот эти культуры под пион являются очень хорошими предшественниками. Ну, и помним, что пион на одном месте может расти до 50 лет, поэтому, когда мы готовим посадочное место, в общем-то, нужно не пожалеть органических удобрений. Главное, чтобы это не была свежая органика. Ну, полтора-два ведра хорошо разложившегося перегноя или верхового раскисленного торфа здесь будут, наверное, идеальны. Ну, и стаканчик минеральных удобрений, ну, уровня нитраммофоски, также будет очень даже неплохо. Ну, и если вы внесёте такие удобрения, типа как органик-микс, вот мы неоднократно рассказывали про эти удобрения, то на продолжительное время вы сможете обеспечить растения практически всеми необходимыми элементами питания. Причём с помощью органик-микса перекормить растения невозможно. Ну, а если вы воспользуетесь органик-микс для пересадки растений, для посадки растений, в этом удобрении очень много веществ, которые дополнительно стимулируют корнеобразование. Укоренение растения произойдёт быстро, ну, и всё это будет очень и даже очень здорово. Ну, помимо пионов, я говорил, подошло время для посадки лилии. В принципе, лилии не так сильно реагируют на температуру почвы, но на тех же азиатских гибридах вегетация уже заканчивается. Мы это видим по пожелтению надземной части. Вот как только вот это вот пожелтение надземной части вы увидели, знаете, что отток основных питательных веществ в луковицу уже произошёл, и можно приступать к пересадке растений. Ну, вообще, если пионы пересаживают там один раз в 10-15 лет, я говорил, они на одном месте могут расти вообще до 50 лет, ну, конечно же, для лилий такие цифры не подходят. Лилии нуждаются в более частых пересадках, потому что луковица в почве начинает делиться, появляется вместо посаженной луковицы так называемое гнездо луковиц, в этом гнезде луковиц, луковички начинают конкурировать, они получаются не столь крупными, ну, и это отрицательно сказывается на цветении, поэтому пересадку лилий проводят один раз в 3-5 лет. Как только заметили, что цветение начинает ослабевать, это такой очень важный сигнал для пересадки. Ну, и ещё раз напомню, сейчас подошло время, на тех же азиатских гибридах мы уже можем проводить пересадку, ну, а на от-гибридах, на ла-гибридах эту операцию можно будет перенести недельки на две. Кстати, вот здесь мы немножечко поговорили о цветах. В прошлой передаче у меня был достаточно большой сюжет о борьбе с фузариозом, и в частности о борьбе с фузариозом на Астрах. И я рассказал там достаточно много способов борьбы с фузариозом, прежде всего, это соблюдение плодосмена, это много-много-много-много чего. Но вот забыл рассказать об очень важном способе борьбы с фузариозом. И мне было сделано такое замечание с садоводами, как же, Александр Иванович, вы забыли о привикуре. Да, действительно, привикур – это очень хорошее средство для борьбы с различными корневыми гнилями, для борьбы с фузариозом, вертицеллезом и так далее. Ну, мне привикур очень нравится, его можно использовать даже на овощных культурах, даже в момент плодоношения. Единственный, наверное, серьезный недостаток этого препарата – это его достаточно высокая цена. Поэтому пользоваться привикуром на Астрах, ну, вы знаете, если уж вы очень любите Астры, то, наверное, можно воспользоваться. Ну, а вообще, это прием такой достаточно дорогой. Ну, и еще мне напомнили, что один из способов борьбы с фузариозом на Астрах, а я еще раз напомню, фузариоз проявляется, вот растение росло, 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 у него уже появились бутончики, и в этот момент мы видим, что растение начинает увядать, на стебле появляются черные, продольные или бурые полосы, ну, и в конце концов растение может полностью засохнуть, цветение значительно снижается. Так вот, один из способов борьбы с фузариозом на Астрах – неглубокое рыхление или отказ от рыхления вовсе. Почему? Потому что корневая система у Астры поверхностная. Если мы будем рыхлить почву на глубину, там, ниже 5 сантиметров, мы обязательно часть корневой системы повредим, а заражение фузариозом происходит именно через поврежденную корневую систему. Вот там появилась какая-то ранка, через эту ранку, вот этот самый гриб фузариум попал в сосудистую систему растения, ну, и дальше все вы знаете, как происходит. Поэтому Астры рыхлим либо на глубину 2-3 сантиметра, не больше, либо заменяем рыхление мульчированием. Полили, ну, и через какое-то время, когда земля немножечко подсохла, там или хорошо разложившимся перегноем, или торфом посадочку подмульчировали. Ну, и еще, значит, приближается зима, и уже в августе мы задумываемся, как перезимуют наши растения. Если у вас на участке есть молодая яблоня, молодая груша, как правило, на молодых растениях рост затянут, и если вы видите, что точка роста на побегах еще не заложена, этот побег желательно как можно быстрее прищипнуть. Буквально точку роста выщипываем, перераспределяем питательные вещества, которые идут не на рост побега, а которые идут на вызревание почки, на вызревание древесины. Ну, если мы говорим о розах, о гортензиях, здесь можно рекомендовать сейчас полностью отказаться от азотных удобрений, провести подкормку и по листовому аппарату, и под корень фосфорно-калийными удобрениями. Идеально здесь подойдет монофосфат калия. Разводим столовую ложечку, и прямо по листьям, чтобы стекло и корням, и листьям досталось, проводим обработку этим удобрением. Тем самым мы приостанавливаем ростовые процессы и запускаем процессы вызревания почек и древесины. Вызревшая древесина, вызревшие почки обладают повышенной устойчивостью и к подопреванию, и к пониженным температурам. Ну, и, наверное, об этой операции говорить еще рано. Если гортензия цветет, пусть она цветет, но вот те побеги, которые сейчас только пытаются зацвести, вот эти побеги я бы уже срезал, они отцвести-то еще, наверное, успеют, но на их цветение поздно осенью будет расходоваться очень много питательных веществ, что пойдет в ущерб зимостойкости растения. На розе то же самое. Те бутончики, которые, ну, вы так предполагаете, могут распуститься, ближайшие 2-3 недели мы оставляем, а остальные бутончики удаляем. То есть сейчас мы начинаем интенсивно готовить растения к зиме. Ну, и на той же гортензии, на той же розе можно сейчас провести такую операцию. В нижней части растения, буквально от земли на высоту сантиметров 20-25, удалите все листики. Лучше срежьте, чтобы оставить черешок. Как только мы удаляем листик, в пазухе этого листа почка начинает вызревать значительно быстрее. Я думаю, что абсолютно несложные операции, но провести их крайне необходимо. Ну, и продолжаем борьбу с различными болезнями. Вот, в частности, мне показали вот такой вот листик. Вот говорят, что вся малина повреждена каким-то заболеванием. Появляются многочисленные белые точки. Лист достаточно быстро начинает увядать. Ну, и в нижней части растения листового аппарата уже не осталось. Так вот, это лист малины, который поврежден септериозом. Септериозом мы можем бороться любой фунгицидный препарат. Топаз, скор, детан-М, хлорокис меди, бордосская жидкость. Многие, правда, скажут, ну, а зачем обрабатывать обыкновенную малину сейчас? На ней уже нет никакого урожая. В общем-то, неправильный подход. Дело в том, что вот эти листики, они опадут. И это будет источник заболевания на следующий год. Вот, чтобы на следующий год проблем было значительно меньше, сейчас мы проводим обработку. На следующий год это заболевание может либо не проявиться вовсе, либо проявиться в значительно меньшей степени. И еще для чего мы сейчас проводим обработку от грибковых заболеваний. Сейчас, допустим, на той же розе там появилась мучнистая роса, на той же смородине антракнос, септериоз, вот на малине септериоз появился. Мы его проводим с целью защитить листовой аппарат, потому что в больном листе фотосинтез не идет. И на таком растении, на поврежденном грибковыми заболеваниями, подготовка к зиме идет значительно медленнее. А вот на растениях со здоровым листовым аппаратом, где фотосинтез идет интенсивно, подготовка растения к зиме идет быстрее. Итак, не бросайте это дело на самотек. Вот даже на тех культурах, которые отплодоносили, и там уже урожай только на следующий год появится, тем не менее мы следим за тем, чтобы на них не появились различные грибковые заболевания. Ну и у меня есть еще один вопрос относительно малины. Вот садоводы спрашивают, посадили ремонтантную малину. Вот если выращивать ее по технологии, которую я рекомендую, полностью срезать надземную часть, то она плодоносит достаточно поздно. Ну а если срезать с небольшим пеньком, то плодоношение получается значительно в более ранние сроки. Вот можно ли использовать этот прием широко? Я считаю, что этот прием можно использовать. Ну, во-первых, давайте разберемся, почему это происходит. Вот если ремонтантную малину мы оставим небольшой пенечек, на этом пенечке обязательно есть почки. И это так называемые не до конца продиафинцированные почки. Все почки, мы знаем, когда начинают расти, они все ростовые, а потом почки постепенно начинают превращаться в цветочные. Так вот, в нижней части этот процесс, в нижней части побега, этот процесс идет медленно. И на ремонтантной малине он не завершается. Фактически, когда вы оставили этот пенечек, почки, которые проснулись на нем, они не закончили дифференциацию. Сначала они начинают расти, и это мы воспринимаем как за рост ремонтантного побега. Но дифференциация все же происходит, и он начинает плодоносить. И происходит это в значительно более ранние сроки. Казалось бы, это является несомненным преимуществом, но здесь есть один очень серьезный подводный камень. Когда побег начинает расти вот с этого небольшого пенька, он очень подвержен отламыванию под порывами ветра. Вот те побеги, которые растут из почвы, они лучше закреплены. Те побеги, которые растут из пенька, они очень часто отламываются, поэтому такие побеги, наверное, можно пользоваться этим способом, но эти побеги желательно обязательно подвязывать к шпалере. Ну, мы уже достаточно много поговорили о работах, которые нужно проводить на участке вот именно сейчас, в конце августа. А сейчас я предлагаю немножечко отдохнуть и в теме о малине. Вот посмотрите, какая прекрасная малина сейчас плодоносит у меня на приусадебном участке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, давайте немножечко поговорим еще о цветах. Как правило, в конце августа большинство цветочных культур начинают терять декоративность. У них заканчивается фаза пышного цветения, и цветы приобретают не очень красивый вид. Конечно, есть вот такие вот цветы. Я неоднократно показывал это растение у себя в передаче. Это бегония элатер, сорта Garden Dreams. Потрясающая бегония. Она интересна прежде всего тем, что продолжительность цветения у нее 36 месяцев. Обладает очень хорошими самоочищающими способностями. Ну, а вот у меня за спиной это лобулярия. Вот лобулярия, к сожалению, она имеет волны цветения. Она интенсивно разрастается, буйно цветет, но потом декоративность у нее теряется. Так вот, эту декоративность на той же лобулярии, на той же петунии можно легко восстановить, если мы проведем стрижку растения. Вот эти отлоносившие побеги, даже чуть-чуть пониже, мы их срезаем, подкармливаем растения и получаем следующую волну цветения. Я думаю, что вот этим приемом необходимо пользоваться на большинстве культур однолетних. На тех же бархатцах, вы видите, цветение завершается, проведите стрижку, удалите старые соцветия. Еще достаточно теплая погода, отрастут новые побеги, они закончатся цветочками и поздно осенью вы вполне порадуете себя пышным цветением. Вот посмотрите, вот эта вот самая лобулярия или алисум, его еще называют, она уже полностью потеряла декоративность. Две недели назад я провел на нем вот эту вот омолаживающую обрезку, стрижку, и растение восстановилось буквально до первоначального состояния. Единственное, вот здесь я хотел бы очень на интересном моменте остановиться. Можно проводить омолаживающую стрижку, вот эту вот обрезку, когда декоративность растения уже серьезно утрачена. Но если проводить ее такую незначительную, легкую в течение всего периода цветения, вы видите, чуть-чуть оно только начинает снижаться, чуть-чуть только побеги стали слишком длинные, выборочно их вырезали. И вот тогда цветение на той же лобулярии, на той же петунии, пышное, обильное, вы можете получить в течение всего лета. В общем-то, операция не сложная, но операция очень и даже очень эффективная. Ну и еще очень важный момент для того, чтобы цветение продолжалось длительное время, растение необходимо интенсивно кормить. И вот здесь, если на тех же розах я предлагаю отказаться от азотных удобрений, на однолетних культурах азотные удобрения, фосфорные удобрения, и сейчас будут вполне и вполне актуальные. Ну и еще раз напомню, в нашем городе клуб садоводов, передача «Зеленый остров» реализует проект «Лучшие цветы мира. Магнитки». Этот проект продолжается у нас уже третий год. В этом году мы дарили цветы и цементному заводу в честь юбилея, и магнитогорскому металлургическому комбинату. Ну а вот сейчас, на исходе лета, мы сделали еще один подарок. Мы подарили цветы компании «Профит», и компания «Профит» разместила эти цветы на одной из своих заправок. Посмотрим, как это было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот эти прекрасные цветы мы установили на АЗС «Профит» буквально на прошлой неделе. Здесь и прекрасные викинги, здесь и прекрасные лобулярии. Вот этот вот прекрасный аромат, он как раз исходит именно от этих цветов. Но, наверное, не только от них, но и вот от этого биденса. Кстати, здесь установлены цветы, которые мы впервые в рамках проекта «Лучшие цветы мира. Магнитки» показываем в нашем городе. И, в частности, вот этот вот биденс «Корсар» мы его показываем в первый раз. И вот тот вот биденс рядом с этими прекрасными желтыми цветочками, с этим прекрасным ароматом, это биденс «Интерцептор» мы также показываем в нашем городе впервые. Здесь установлены и прекрасные мини-туни израильской селекции, и вот эти вот прекрасные петуни немецкой селекции. Одним словом, это, наверное, одни из лучших цветов, которые мы увидели в нашем городе в этом году. Сегодня, заправляя свой автомобиль очень качественным бензином на АЗС «Профит», расположенном рядом с ледовой ареной «Металлург», дополнительно вы можете получить массу положительных эмоций от вида этих прекрасных цветов. Проект «Лучшие цветы мира. Магнитки» и сеть автозаправочных станций «Профит». В передаче у нас остается совсем немного времени, и это время я посвящу ответам на вопросы, которые поступили в адрес передачи «Зеленый остров». Какие сидораты лучше посадить сейчас? Ну, вообще сидоратов существует, сидоративных культур существует достаточно много. Это и вика, это и фацелия, это и горчица белая, и редька масличная, и овес, и горох, и рожь. Ну, вы знаете, наверное, сейчас вот такими культурами, как фацелия, такой культурой, как донник, вика, пользоваться уже нежелательно. Они имеют достаточно продолжительный период вегетации и реализовать себя уже не успеют. Поэтому вот этими культурами мы можем заниматься где-то весной. Вот если вы решили немножечко подоздоровить землю, на которую будете высаживать землянику следующим летом, то с весны вы можете посеять ту же фацелию. Ну, а сейчас, в общем-то, время фацелии уже прошло. Сейчас на участок, где вы убрали раннюю капусту, где вы убрали там лук, где вы убрали ранний картофель, можно посадить рожь. Очень хороший сибират, он подавляет развитие нематоды, очень многих корневых гнилей. Единственное, если вы пожилой человек, если у вас уже, в общем-то, физические кондиции не очень высокие, рожь для вас будет достаточно тяжелой культурой. Потому что перекопать участок после ржи – это достаточно тяжелая физическая работа. Поэтому вот сейчас я бы так рекомендовал, там, не мудрствуя лукаво, взять либо горчицу белую, либо редьку масличную. Очень быстро можно получить всходы, очень интенсивно растущие растения. Если они порастут месяц, они буквально дойдут до цветения, накомят большую биологическую массу. К тому же фитонциды, которые выделяют корни этих растений, они пагубно влияют на патогенные грибы и на бактерии. Так что вот, наверное, сейчас, если отвечаю коротко на вопрос, я бы рекомендовал горчицу белую и редьку масличную. Вот овес, горох, наверное, здесь будут тоже не лучшим вариантом. Так, как сохранить рудбекию зимой? Здесь вопрос, какую рудбекию. Вот эхинацею, ее иногда тоже считают рудбекией. Ну, эхинацея у нас зимует, в общем-то, под легким укрытием. На куст буквально ведро, там, опавших листьев или полведра перегноя, и этого бывает достаточно. Рудбекия высокая, вот, которую мы знаем как золотой шар, она у нас вообще зимует без всякого укрытия. Это, ну, наиболее декоративный вид рудбекии. Рудбекия волосистая. Вот, кстати, эта рудбекия у меня вот здесь вот в букетике на столе. Волосистая ее называют потому, что весь листик, все листики у них покрыты такими короткими волосиками. Так вот, эта рудбекия, вообще, многолетнее растение. На юге оно зимует, но на южном Урале способны перезимовывать лишь отдельные сорта. И рудбекию волосистую в основном на южном Урале мы выращиваем как однолетнюю культуру. Кстати, если речь зашла о рудбекии, наверное, стоит вспомнить, что... Извините еще раз, что в этом году в Европе отмечался год рудбекии. Оказывается, у рудбекии очень много сортов. Рудбекии есть и карликовые, буквально 10-15 сантиметров. Рудбекии есть гиганты и по высоте до полутора метров и по диаметру цветка, они могут быть до 30 сантиметров. Очень интересное растение, практически не повреждается болезнями, вредителями, очень жароустойчивое, с продолжительным цветением. Я думаю, что об этой культуре мы еще обязательно с вами поговорим. А у меня остался последний вопрос. Так, не завязалась цветная капуста, выбросить или оставить? Ну, давайте попробуем разобраться, почему она не завязалась. Скорее всего, причиной того, что не завязалась головка у цветной капусты, вот это июльская жара. Вот те сорта, которые успели до жары сформировать цветочную почку, а головка это фактически цветочная почка, вот те отплодоносили, на тех урожай мы уже убрали, а на сортах среднего, позднего, позднего срока созревания не произошло закладки цветочной почки. Но я думаю, сейчас стоит прохладная погода, в принципе, ну хотя уже там гормональная система растения разбалансирована, тем не менее, остается шанс, что цветная капуста еще завяжется и порадует вас урожаем. На сегодня время нашей передачи подошло к завершению, я благодарю вас за внимание, жду вас ровно через неделю, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...